Воскресное богослужение Слово наполнило каждого присутствующего здесь, на этом месте. Хочу пригласить вас к молитве, чтобы мы склонились в смирении перед престолом благодати и попросили Господних благословений. Давайте помолимся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за новое утро в нашей жизни. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты дал нам возможность собраться во имя Твое. Мы благодарны Тебе за то, что Ты среди нас. Мы благодарны Тебя за то, что Ты заботишься о Церкви своей, за то, что Ты, Господь, печешься о каждом. И Ты даешь нам и желание, и хотение для того, чтобы прославить и преклониться перед именем Твоим Святым. Благослови каждую душу, Господи, наполни Твоим миром, Твоей радостью, Твоей любовью, Духом Твоим Святым. Касайся Словом Твоим, чтобы сегодня, чтобы оспето, сказано, что мы, Господи, принесем Тебе, как фимьян, хвалу уст наших. Да будет во всем этом прославлено имя Твое Святое, имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. 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 я пока благодаря тому что слабый скажи я ты скажи а благодаря тому что а а а и а и а 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 И поздно твой плава за Иисуса, Сына Твоего. Теперь славы скажет я силен, Теперь скажет я богат, Благодаря тому, что Бог нам дал. Теперь славы скажет я силен, Бедный скажет я богат, Благодаря тому, что Бог нам дал. Благодаря тому, что Бог нам дал. Благодаря тому, что Бог нам дал. наш а мы все его семья а а а а господа благослови что радости земную припевать вообще вести а 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 и за иисуса кровь святую Аллилуйя, Аллилуйя, Господа благослови, Что на радости земную пребывал в челюсти. Аллилуйя, Аллилуйя, Господа благослови, Что на радости земную пребывать вообще не сними. И сегодня день воскресный, и на свет благослови, И пошли нам Дух Небесный, чтоб прибыть к Твоей любви. Аллилуйя, Аллилуйя, Господа благослови, Что на радости земную пребывал в челюсти. Аллилуйя, Аллилуйя, Господа благослови, Что на радости земную пребывал в челюсти. Господи, Аллилуйя, душам радость Ты даешь, Всех нас Духом наполняешь, И в обиде всех пребывал в челюсти. Аллилуйя, Аллилуйя, Господа благослови, Что на радости земную пребывал в челюсти. Аллилуйя, Аллилуйя, Господа благослови, Смерть нашей жизни, ты обранились всегда. Наша надежда, ты, и наша жизнь, рода сними, ты эту дверь с души. Божий мой, Бог любви, мы славим имя Твою. Смерть нашей жизни, вовсе зайди, тебе возносим сердцем. Мир отняться, Бануин, Иисус, достой любви. Ваше сердце, мой свет, правда истина. Душа Твоя любовь, радость Твою миру несет. Душа Твоя любовь, радость Твоя любовь, радость Твоя любовь. Душа Твоя любовь, радость Твоя любовь, радость Твоя любовь. Душа Твоя любовь, радость Твоя любовь, радость Твоя любовь. Душа Твоя любовь, радость Твоя любовь. Слава Богу за то, что Он продлил нам жизнь, разбудил нас, побудил нас для того, чтобы прийти в Дом Божий, ибо Бог на этом месте, это место святое, и Он здесь сегодня и сейчас пребывает. Пусть Бог благословит каждого из нас сегодня услышать, что Бог хочет сказать моему сердцу и каждому из нас. Пусть Бог благословит каждого из нас, читая Слово Божие и слышая, чтобы разуметь, что Он скажет сегодня мне и каждому из нас. Сегодня мы читаем Откровение, 18 глава. «После сего я увидел иного ангела, сходящего с неба, и имеющего власть великую, земля осветилась от славы его. И воскликнул он сильно громким голосом, говоря, «Пал, пал, Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы, ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы. И цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. И услышал я иной голос с неба, говорящий, «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее». Ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее. Воздай ей так, как и она воздала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее. В чаши, в которой она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое. Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей мучений и горестей. Ибо она говорит в сердце своем, «Сижу царицею, я не вдова и не вижу горести, зато в один день придут на нее казни. Смерть и плач, и голод, и будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее». И восплачут, и возрыдают они цари земные, блудодевствовавшие и роскошствовавшие с нею, когда увидят дым от пожара ее, стоя издались от страха мучений ее и говоря, «Горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий, ибо в один час пришел суд твой». И купцы земные восплачут и возрыдают о ней, потому что товаров их никто уже не покупает. Товаров золотых и серебряных, и камней драгоценных, и жемчуга, и весона, и порфиры, и шелка, и багряницы, и всякого благовонного дерева, и всяких изделий слоновой кости, и всяких изделий из дорогих дерев, из меди, и железа, и мрамора. Корица, и фимиама, и мира, и ладана, и вина, и елея, и муки, и пшеницы, и скота, и овец, и коней, и колесниц, и тел, и душ человеческих. И плодов, угодных для души твоей, не стало у тебя, и все тучное и блистательное удалилось от тебя, ты уже не найдешь его. Торговавшие всем сим, обогатившиеся от нее, станут вдали от страха, мучения, плача и рыдая. И говоря, горе, горе тебе, великий город, одетый в весон и порфиру, и багряницу, украшенный золотом и камнями, драгоценными и жемчугом. Ибо в один час погибло такое богатство, и все кормчие, и все плывущие на кораблях, и все корабельщики, и все торгующие на море стали вдали. И, видя дым от пожара ее, возопили, говоря, какой город подобен город великому. И посыпали пеплом головы свои, и вопили, и плача, и рыдая, горе, горе тебе, город великий, драгоценностями которыми обогатились все, имеющие корабли на море, ибо опустел в один час. «Веселися всем небо, и святые апостолы, и пророки, ибо совершил Бог суд ваш над ним». И один сильный ангел взял камень, подобный большому жернову, и поверг в море, говоря, «С таким стремлением повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет его». «И голоса, играющих на гуслях, и поющих, и играющих на свирелях, и трубящих трубами в тебе уже не слышно будет. Не будет уже в тебе никакого художника, никакого художества, и шума от жернов не слышно уже будет в тебе. И свет светильника уже не появится в тебе, и голоса жениха и невесты не будет уже слышно в тебе. «Ибо купцы твои были вельможи земли, и волшебством твоим введены в заблуждение все народы, и в нем найдена кровь пророков и святых, и всех убитых на земле». Аминь. Помолимся. «Великий чудный Бог, Творец неба и земли, слава тебе и хвала за то, что сегодня народ, церковь твоя поместная, поклоняется уже в песнопениях, прославили имя твое. Ты здесь, Господь. Благослови мое сердце, благослови каждого сердца, сегодня стоящая пред твоим величием, перед твоим святым лицом. Иисус, благодарность тебе за то, что ты даровал каждому из нас спасение. Дух святой, который ты побуждаешь каждого из нас. Слышит слово, открываешь, обличаешь, ободряешь, наставляешь каждого из нас. Слава тебе и хвала за это, за эту возможность, где народ твой может поклониться тебе в это время. Благослови каждого. Благослови каждое служение, проповедь, стихотворение, молитву, свидетельство, музыкальное служение. Господи, научи нас громогласно поклоняться тебе, прославлять, не стесняться, радоваться, потому что радость твоя в нас. Даруй нам проявлять эту радость, прославлять Тебя, Твое имя. Да будет имя Твое прославлено в этом служении. Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Сын и Дух Святой. Аминь. 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 А Кто сказал, что нет любви на свете? Есть любовь, но как ее найти? О любви мечтают даже дети. Разве нет любви, если любовь ее ты получаешь, если будешь больше отдавать? Вечную любовь не потеряешь, а давая нечего терять. Не проходит любовь. Пусть идут чередой год за годом, не проходит любовь. Если молишься, веришь и ждешь, не проходит любовь. Даже если в жилище у Бога не проходит любовь, если жертвуя чем-то живешь. Где любовь, там не царят обиды, не воруют времени и чувств. Тот, кто черпает любовь у Бога, не бывает грех, и пусть в той семье, как у ворот Эдема охраняют ангелы порой. Пусть пришла беда всегда ответят, не переживайте о снах. Не проходит любовь. Не проходит любовь. Пусть идут чередой год за годом, не проходит любовь. Если молишься, веришь и ждешь, не проходит любовь. Даже если в жилище у Бога не проходит любовь, если жертве чем-то живешь. Не проходит любовь. Не проходит любовь. Слава Богу. Господи, как величественно имя Твое по всей земле, и слава Твоя простирается превыше небес. Когда взирая на небеса, делая Твоих перстук, на луну на звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его, и Сын Человеческий, что Ты посещаешь его. Сын Человеческий, Сын Человеческий. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Да, что и говорить! Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Зачем же я страдал? Зачем скорбел ужасно? Зачем же на Голгофе подвиг совершал? Зачем? Оставил дом отца прекрасный! Чтоб ты, несчастный человек, Счастливым стал! Лишь для него трудитесь! Добро пожаловать на наш канал! 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 день перечеркнул очередную страницу календаря моей жизни. Что бы я хотел вам сказать? Вот искренно, честно, смотря на пройденный путь, я хочу вам рассказать стих, который называется «Стремление к цели». Великий апостол говорит, братья мои, я не почитаю себя достигшим, но забывая заднее, «Стремлюсь к цели, к почести высшего звания во Христе Иисусе». И как бы я хотел всем вам пожелать, чтобы мы обязательно этой цели достигли. А нужно ли помнить все падения, ошибки на своем пути? Сумею ли я всегда везде их непосильный груст нести? И да, и нет. Уроком жизни, конечно, должен я внимать, но не казниться до бессилия, чтобы затем уже не встать. Христос мне раны перевяжет, его повязку не сниму, пока минует боль и тяжесть, пока я все перенесу. Но память пусть не раз вернется к тому, что вспомнить нелегко, и с благодарностью коснется всех шрамов сердца моего. Что вспоминать душе? Что помнить? Обид и зла не вспоминай. Добра людей и благ Господних всех милостей не забывай. Иначе как же нам стремиться и простираться все вперед, когда обида в нас гнездится, когда вражда в душе живет. Аминь. Я хочу всех вас благословить словами нашего Господа Иисуса Христа, который сказал, что я обязательно вернусь. Ибо для вас лучше, чтобы я пошел, сказал Господь, и Он обязательно за нами вернется. И я спою песню, которая называется «Я вернусь». Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в меня веруйте. В доме Отца моего обителей много, а если бы не так, то я сказал бы вам. Я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе. Сколько дорог в этой жизни пришлось пройти, Сколько тревог перенести. Разных встреч, Когда счастье полны сердца И разлук горьких разлук. Помню я, все слова Христа Иисуса Помню я, вернусь, Обязательно вернусь. Помню я, все слова Христа Иисуса Помню я, вернусь, Помню я, вернусь, Обязательно вернусь. Боль и грусть, По щекам катится слеза. Не успел, Младокая сделать я, Но в душе, Как знамена твои слова Я вернусь, Я не забыл тебя. Помню я, Те слова Христа Иисуса Помню я, вернусь, Обязательно вернусь. Помню я, Те слова Христа Иисуса Помню я, вернусь, Обязательно вернусь. И бегу К дивной вечности Смысл храня, Вижу свет, Ярко горит звезда. Разве есть Где-то лучше, Где-то лучше еще слова. Я вернусь, Я не забыл тебя. Помню я, Те слова Христа Иисуса Помню я, вернусь, Обязательно вернусь. Обязательно вернусь. Помню я, Те слова Христа Иисуса Помню я, вернусь, Обязательно вернусь. Подписывайтесь на канал, Кто-то помню я, Вподписывайтесь на канал, Те слова Христа Иисуса Помню я, вернусь, ื่ оторвал. musка Те слова Христа Иисуса Эти8-й Алярко Помню я те слова Христа Иисуса Помню я вернусь, обязательно вернусь Будьте благословенны, слава Богу! Субтитры создавал DimaTorzok Когда мне холодно и нет вокруг огня И у костра совсем нет места для меня Дай встретить мне, Господь, не тех, кто даст тепло Пошли навстречу тех, согрею я кого Открой глаза мои, чтоб видеть и тогда Не человека, не человека, но дай видеть мне тебя Когда я голоден и в жажде из немог Я не о сытости молю тебе, мой Бог Не покажи тогда того, кто хочет пить Ты покажи, кого бы смог я накормить Открой глаза мои, чтоб видеть и тогда Не человека, но дай видеть мне тебя А если скудости наступит вдруг пора Не дай тебя забыть, Господь, мне и тогда Подать просящему томимому нуждой Ведь это ты в лице его передо мной Субтитры сделал DimaTorzok А когда крест мой станет слишком уж тяжел Не станет тех, кто в жизни рядом и пошел Ты сам утешь и мою душу поддержи И покажи, кто так нуждается в любви Когда забуду на колдовку я взглянуть Ты сам напомни, да готов и мне свой путь Мой добрый пастырь, мой спаситель Иисус Мольбу сердечную услышь, тебе молюсь Мольбу сердечную услышь, тебе молюсь Аминь Приветствую вас, дорогие мои братья и сестры, мир вам! Хочется вам напомнить, что совсем скоро Будет великий праздник христианства Пасха Воскресение Господа нашего Иисуса Христа Если бы Христос не воскрес, вера наша была бы тщетна Тщетно было бы наше хождение и служение Слава Богу, что Господь создал свою церковь И каждому в церкви Он дал свое место и свое дело Нам очень приятно, когда мы подъезжаем к паркингу Все подметено, все чисто Нам очень приятно, когда мы заходим в молитвенный дом Нас встречают, благословляют Когда мы приходим, здесь все чисто, убрано Потом нас ждет обед небольшой после служения Наши братья и сестры трудятся, делают это Слава Богу! Но есть одно служение, которое не заканчивается здесь на земле Которое перейдет в вечность Как вы думаете, какое это служение? Это служение пения Это служение хора Вы знаете, когда образовался хор в нашей церкви Все так радостно восприняли эту весть Это правда Но великая радость и благословение для церкви иметь хор Потому что хор, он всегда славил Бога Голоса играющих и поющих Это символ радости и торжества во все времена Для всех времен, племен и языков Но вы знаете, как все в нашей жизни требует усердия, усилия и труда А вот этого в нас часто не достает И поэтому ряды хористов редеют и редеют Здесь еще и дисциплина очень важна Потому что это очень важно Когда мы все приходим вовремя И на служение, и на спевки хора И также на... Потому что это невозможно Невозможно без этого И враг, о котором мы много слышим Он тоже имеет в этом участие Поэтому, братья и сестры, ободримся И будем молиться в эту неделю За хор, наш хор, нашей церкви За служение брата Бориса Николаевича За нашего пианиста Людмилу За всех участников, за каждого Вы знаете, здесь много сидящих Которые могли бы участвовать В прославлении Господа нашего Иисуса Христа И хочется сказать, что во всяких событиях Именно хор прославлял Господа Представьте себе разрушенный Иерусалим Сожженные ворота Пришел Неемия И стали восстанавливать церковь Стали восстанавливать стены Восстановили Через 52 года 52 дня Стена была восстановлена И что? И собрались два больших хора, написано И стали славить Бога Все разрушено Камни обожженные Ну, вы можете себе представить А они славили Господа В этом почти полупустынном городе Хвалили Бога За силу За могущество За влияние За то слово, которое Он сказал И оно исполнилось Слава Богу! Книга Псалтырь изобилует Хвалой и прославлением Нашего Господа Во всякое время Сейчас мы В нашей стране Имеем очень Благоприятное время Для прославления Господа Иисуса Христа Ходатая Искупителя Он По-настоящему Он является светом Нашей жизни Правдой Истиной Надеждой Он Наша жизнь Радость И мир Он Он Есть песен Нашей души Именно об этом Сегодня пел хор Да благословит нас Господь! Аминь! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Мы с братом Артуром посетили пастерскую конференцию в Лос-Анджелесе, и встреча произошла очень удивительным и необычным образом. Было очень много людей на этой конференции, что каждый раз, когда… Где-то пять тысяч человек было на конференции, и каждый делегат имел свой цвет. То есть не всегда мы могли быть в основном зале, а нас распределяли по разным залам. Ну и в один день мы не зашли в основной зал, а были рядышком и стояли в самом сзади. И вдруг подходят распорядители этой конференции и говорят нам, ну мы знаем, что у вас цвет красный, но не хотели бы вы сесть в основной зал? Ну конечно же хотели бы посидеть в основном зале и нас повели прямо на первую скамейку практически сесть. И когда я вышел в коридор, смотрю, два брата разговаривают. Я, ну знаете, там много людей, с которыми можно было общаться. И вот этот брат подошел и говорит, нам нужна помощь. Вы можете дать нам возможность прийти и рассказать нам о нашем служении? Если я вам озвучу страну, из которой он приехал, вы ее все знаете. И знаете по, ну не по христианским, скажем, критериям. Помните Гаити? И помните, наверное, что там с Гаити? Ну, брат чуть-чуть больше расскажет о служении своем. Он сегодня, можно сказать так, уже и подготовлен, подготовлен нас к тому, чтобы услышать, какая там нужда, что за люди живут и в чем они нуждаются. Как сестра Лиза спела, Господи, покажи мне, кого любить. Вот поэтому брат Джин, он сегодня будет рассказывать о своем свидетельстве и также поделиться словом. Брат Саша приведет его. Ехал он всю ночь на автобусе сюда, поэтому молитесь о том, чтобы Господь также благословил его уста и благословил то слово, которое сегодня приготовил для каждого из нас. Brother Джин, welcome. May God bless you. Please share your testimony and speak the word of God to us. And Brother Alex is going to translate you, so maybe you. Now you're going to, I'm going to be doing a drive. Thank you. Sure. God bless everyone. Да благословит вас Господь. Thank you for having me here. Спасибо за возможность быть здесь. And I'm so glad to be with you today. И я рад сегодня быть вместе с вами. It's always a pleasure for me to stand for my God. Where ever I am, wherever I go, I would like to tell you today, it doesn't matter where I'm from. It doesn't matter where we speak different language. It doesn't matter where we are different color. I would like to let you know today, we are one. And we have the same God. The same Spirit. And we are all the Son of God. So, my name is Pastor Gene. Меня зовут Пастор Джин. Из Гаити. It's probably you never hear about Haiti. Да, я думаю, что вы часто слышите о Гаити. Да, я думаю, что вы часто слышите о Гаити. Да, Гаити, это большая страна в мире. И Гаити, это одна из самых беднейших стран в мире. И Гаити, это маленькая страна, которая называется Лагунаф. Из Лагунаф. Из племени Лагунаф. Это маленькая страна. Это маленькая страна. Нет, это острова. Остров, который так называется. Нет на карте даже. Даже мои люди из Гаити, он их не интересует. Да, и не так уж много людей слышат о Гаити. Да, и когда вы приезжаете на Гаити. И вы никогда не услышите о моем острове. Потому что он очень небольшой. Но Бог благословил меня сегодня. И привел меня к вам сегодня. И мы вместе. И мы вместе. Да, опять, не важно какого вам цвета. Да, опять, не важно какого вам цвета. Не важно, что мы из разных стран. Но Бог желает. Чтобы мы работали вместе. Бог призывает. Помогать друг другу. Помогать друг другу. Помогать друг другу. 120,000 человек. 120,000 человек. 120,000 человек. У нас примерно 120,000 человек. Have access to nothing. И мы имеем доступ ровно ни к чему. Nothing. People drink salt water. Да, люди пьют соленую воду. People don't have even access to healthcare. У нас нет здравоохранения. Ничего. This is the reason I come here today. И вот по этой причине я сегодня здесь. To see if I could find some God's people. Чтобы, если я, ну, в надежде, что я могу найти Божьих людей. To stand with me for making a difference in the lives of my people in the island where I'm from. Да, и чтобы ставить со мной и, как бы, ну, произвести изменения. И помочь людям с моего острова. We have a ministry which is caring for the orphans. Да, у нас есть тоже служение. Handicap people. Служение, как бы, милосердие. И мы помогаем людям. Илдерли и poor people. Очень, ну, с пожилого возраста и очень бедным людям. People don't have anyone to look after them. People don't have what? People don't have anyone to look after them. Да, людей, которых некому о них заботиться. Бог призывает меня, чтобы я заботился об этих людях. So, I come here today just to share with you the situation of my people on my island. Чтобы я мог поделиться именно, ну, обстоятельствами, которые находятся в моей, ну, мой народ на моем острове. I hope, if God put in your heart. Я надеюсь, что Бог подвинет ваше сердце. To stand with me here. Чтобы вы встали вместе со мной. И когда я даже буду на Гаити. Когда я даже буду на Гаити. И вы будете следовать его ведению. И это очень, ну, прекрасный опыт для меня. Чтобы я, ну, был участником такого прекрасного службы. Это мой первый раз в жизни. Одну вещь, которую, ну, которая, ну, которая... И я спрашиваю себя. What will be the language at the sky? Какой же будет язык там? So, I don't know what will be the language. Какой будет язык? Поэтому сегодня я хотел бы поделиться вместе с вами Божьим Словом. So, after, if you have any question about my ministry, how could you support a child to go to school? How you could support my ministry there? I will be available for you. Да, я буду открыт к диалогу с вами. This morning we're going to talk about the power of the catchwords. Сегодня мы поговорим с вами о силе Божьего Слова. The power of the catchwords. Сила Божьего Слова. Сколько из вас знает Божьего Слова? Никто не знает? Everybody knows. А как насчет силы Божьей вашей личной жизни? Сегодня I'm going to teach you to important things to be beneficiary of all the grace of God, all the power of God, and all of the blessing of God. You need to know two things. Obey and believe. Obey and believe. It's all you need tonight to serve God. Obey and believe. They are the password they are the password to get everything you want from God. To open every door. To make everything to make any change to make any change you need to obey and believe. Obey and believe. If you don't believe in the God's words, you don't believe God because God is His word. because God is His word. To know God and know God you need to stay in His word. You need to be this morning to please God to adore God to worship God you need to know His word. This morning I would like to tell you don't focus on yourself. Don't focus on your pastor. Don't focus on your position. Don't focus on how many years that you are that you have like Christian. Don't focus on your title. and your title. Don't focus on your offering. You need to focus on God. Two things today to be happy to be blessed to enjoy your life in Jesus Christ. You need to believe and obey. And obey. Now, how could you obey and believe to someone you don't know? do you know God? Do you know God? Do you know God? Do you know God? but they don't know God? They don't know God. There is a lot of pastors that preach the God's words. They don't know God. But they don't know God. Do you know God? Do you remember Jesus with the disciples? Do you remember Jesus with the disciples? The disciples eat with Jesus? They pray with Jesus. They do everything with Jesus. And Jesus asks them, Do you know me? Do you know me? Do you know me? Do you know God? You can sing. You can preach. You can do everything. And you don't know God. Why? Because you don't know His word. You don't stay in His word. Nobody can know God without His word. No one could be Christian. No one could be a good Christian without God's words. It's only the God's words can make you a Christian. It's only the God's words can make the change that you wish in your life. Not by your own. Not by your strength. Not by your capacity. Not by your position. You need the God's words. Because the God's words it has the power to change your life. To change your situation. Do you know God's words? Do you know God? Do you know God? Do you know God? To know God you need to obey and believe His word. and believe His word. Why? Because the word because the word is God and God is His word. When you read in John chapter 1 verse 1 say in the beginning was the God the word was with God and the word was God. If you know the God's words today you know God and you have God and God live in your life and God stay in your life if you know the God's words you cannot be a Christian without the God's words. only the God's words has the power to change your life anything can change your life God's words tell me please do you obey and believe in God's words? Do you obey and believe in God's words? When you believe and obey the God's words the God's words will change your life the God's words will impact your life the God's words it's the light of your life the God's words are the source of life if you stay in the God's words you have life you have life anybody who is looking for life who is looking for life I suggest you to I suggest you this morning to stay in the God's words to read the God's words to read the God's words because the God's words it has the power to change your life to change your life Jesus did say to Peter do you know me do you love me take care of my brothers and sisters take care of your brother and sister how could you love God you don't love your brother and sisters that you sit every Sunday with them we meet them every Sunday you hug them every Sunday and you don't love them how could you say you love God that you don't see do you love God love God is love your brothers and sisters it's the only way that Jesus it's only way you can see you love Jesus we can see we can see you love God it's by love in your brother and your sisters three times do you love me do you love me do you love me любишь ли ты любишь ли ты and Peter уже опустив руки and say God you know every time God you know do you love God to be blessed to be happy to get everything you need this morning you have two things to do obey and believe and believe and believe you cannot do nothing by your own you need to put your choice in God it's God it's God can change the situation it's God can satisfy I don't know what you are looking for to this morning but I would like to tell you this morning to believe and obey God not yourself don't focus on yourself don't focus on the pastor don't focus on the church focus on the God it's only God can change your life obey and believe it's all you need this morning to see the glory of God your life it's all you need to move the mountain obey and believe and the God's words and you will see the situation change because the God's words it has the power do you believe that? you need to believe that to see the glory of God in your life to be satisfied tonight today you need to obey and believe obey and believe it's two things the two important things I would like you to apply in your life for today to be happy to be blessed to see the change that you wish in your life nobody can change your life nobody can touch your life like Jesus can do you need to believe in God believe and obey and obey and obey would you like to see the glory of God in your life would you like to see the glory I don't know what you are looking for but I would love to tell you if you believe God if you obey to his word you will be happy you will be blessed your life will be changed let's pray thank you Jesus for your word this morning let us to believe in you help us help us please to believe in you to obey you we cannot do nothing by ourselves to change our lives to change our situation please God please help us to believe in you and stay in your words because only your words can change our lives and make us look like you and make us look like you thank you God bless you Amen amen сегодня на самом деле Господь обратил наше внимание на те вещи которые крайне необходимы каждому из нас Каждый народ, каждая нация имеет возможность обратиться к Богу И посредством слова Господь изменяет жизнь человека Думаю, каждый из нас может каким-то образом Так же увидите себя, может быть, 20-30 лет назад Когда из большой нужды мы говорили о доверии Богу И мы говорили о послушании Богу Что изменилось с тех пор? Что изменилось в жизни человека, когда мы, имея, может быть, достаток По-другому начинаем реагировать на то, что на самом деле крайне важно для каждого из нас В свое время апостол Павел Каримфин нам говорит Вы знаете, вы обогателись, вы стали царствовать Но без нас Знаете, видеть нужду Это на самом деле нужно сначала увидеть Бога Чтобы не просто увидеть нужду, но правильно отреагировать на то, что Бог хочет сделать через нашу жизнь Евангелие от Матфея, 11 глава Наверное, все помним последние слова, которые Христос произносит к народу Помните, как там написано? Даже было пение такое Евангелие от Матфея, 11 глава, стихом 28 Христос сказал слова Помните дальше? Придите, придите ко мне все труждающиеся и обремененные И я успокою вас, говорит Иисус Христос Но я хотел бы обратить внимание, перед тем, как мы разойдемся с этого места И вспомним нашего брата в молитвах и о той нужде О том, что говорит Иисус Христос ранее И если вы помните, Иисус Христос говорит им об Иоанне Крестителе И говорит, что Он из рожденных женами больше не восставал, как Иоанн Креститель Но по том, что делает Христос очень удивительно и очень своеобразно Он говорит, с чем же я могу сравнить этот род? 16 текст Евангелия от Матфея Говорит, кому уподоблю род сей, говорит Христос Он подобен детям, которые сидят на улице И обращаясь к своим товарищам, говорят Мы играли вам на свирели И вы не плясали Мы пели вам печальные песни И вы не рыдали Пришел Иоанн Креститель Пришел Иоанн, не ест, не пьет, и говорят, в нем бес Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят, вот человек, который любит есть И пить вино друг мытарям и грешникам, и оправданно премудрость с чадами ее Вот то внутреннее наполнение сердца Христа, которое обратило внимание на состояние человека Который жил и был современником его Люди, которые называли себя именем Божиим Люди, которые приходили в храм Люди, которые приносили жертвы Люди, которые просили прощения за грехи свои И Иисус Христос говорит Вы знаете, что вы делаете со своей жизнью? Я хочу вас сравнить и показать, что ваша реальность Вы как дети, которые играете в жизни Почему? И вот здесь очень интересное сравнение Христос приводит Он сравнивает с детьми Что делают дети? Скажите, пожалуйста В основное время они копируют то, что делают взрослые У них тогда не было айфонов Не было доступа к стольким играм Которые сегодня, может быть, общество играет Но две игры, которые были очень доступны для них Они играли или в свадьбу, или в похорон Это были две такие игры Баптисты еще играют в крещение в наши дни Знаю людей, которые как-то, будучи детьми, крестили один другого Но вот то, что мы видим На что обращаем внимание То и воспроизводим свою жизнь И вот Христос говорит им Вы как дети Они или играют в похорон Или играют в свадьбу И Христос, обращая внимание Конечно же, говорит и об Иоанне Которого жизнь, мы видим, шла и приближалась уже к концу Есть, был Иоанн Это игра в похороны А Христа с чем сравнивали? Помните, его как-то даже упрекали Зато почему твои ученики не постятся? По какой причине? По одной простой причине Как они могут это делать, когда с ними жених? Видите ли, две огромных реалии жизни Свадьба и похороны Они могут быть или реальностью Или могут быть игрой И то же самое время Христос, обращая внимание на себя На то, что Он пришел от Бога И то, что Он требует, чтобы люди веровали Он говорит, игра в народ Божий не пройдет Как и сегодня игра в церковь не пройдет Так и игра в важные вещи в нашей жизни не пройдет Все имеет свое место Все имеет свое значение И по-настоящему приобретает смысл жизни Когда она исходит и практикуется Исключительно на словах Господних Поэтому Иисус Христос говорит Что Придите ко Мне Все труждающиеся и обремененные Я успокою вас Но для того, чтобы прийти к Иисусу Нужно веровать, как мы сегодня говорили Для того, чтобы остаться во Христе Нам нужно быть послушными Чтобы Иисус Христос, когда Он посмотрит на свою церковь И на каждого из нас Он не сказал, что мы подобны детям Что вы приходили каждое воскресенье Здесь прекрасная музыка Прекрасное пение Вы приходили домой, а дома стол накрыт А все как-то это мимо проходит Почему? Потому что нету настоящей сущности Веры, той, которая животворит Та, которая преображает Та, которая спонсирует нас на все добрые В дела в Иисусе Христе Не просто частично Не просто, когда у меня есть свободное время Но полностью и целиком Человек не просто запитан в Боге Но и жертвует собой полностью и целиком Христос видел каждого из нас Видел своих учеников Видел и нас сегодня с вами, братья и сестры Смотрите, 25-й текст этой главы Он говорит В то время, продолжая речь, Иисус сказал Славлю тебя, Отче Господи, небо и земли Что ты утаил сие от мудрых и разумных И открыл том младенцам Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение Все передано мне Отцом моим И никто не знает Сына, кроме Отца И Отца не знает никто, кроме Сына И кому Сын хочет открыть Придите ко мне, придите Знаете, у Христа было 12 учеников У Христа было 12 учеников И Он их знал всех Всех их знал досконально Знал и Иуду Знал и Петра Знал, что один играет в жизнь Знал, что другой по-настоящему переживает Где-то он смотрел на Иуду и видел, что Для того, чтобы обеспечить себе жизнь Он должен играть Он должен играть в ученика Он должен показывать свою склонность И преданность Христу И даже заботиться, может быть, о насущных нуждах Христа Потому что знаем, что Он носил с собой ящик Петр же, с другой стороны, импульсивный человек Который, ну, вот всегда хотел быть первым Но Христос видел, что в сердце его Живет кое-что, что впоследствии Не просто сыграет с ним злую шутку А будет спонсировать его к тому, чтобы отречься от Спасителя Знаете, в своей беседе с отцом Или с учениками Также Христос говорит Есть один, который предаст Меня И говорит, сбудется Писание И мы видим, что Иуда погиб Правда Но в случае с Петром Когда Петр говорит ему о своей преданности И говорит ему о своей лояльности к нему Он говорит Петр, сатана просил вас сеять, как пшеницу Но я молился, чтобы не оскудела вера твоя Помните дальше слова И ты обратившись Он не говорит Петр, если ты обратишься, правда? То, пожалуйста, ободри Но вот Христос Живя в определенном отрезке времени Смотря в будущее Зная, что Петр предаст его И он говорит Будет момент, когда ты обратишься Вот об этом сегодня и речь Веруй и слушай Веруй и будь послушным Вы знаете, как же приятно осознавать Что это обетование Господне Может жить в нашем сердце Что Христос, смотря на нас Не просто, как Киудин Сохрани Господь от такой участи Лучше, как Петру Если мы даже и упали Если где-то, может быть, мы заигрались В своей жизни Если мы, может, где-то здесь Где-то отступились Но чтобы иметь Раскаянное сердце, как Петр имел Чтобы Христос, смотря на нашу жизнь Сегодня, зная, может быть, мое падение Завтра, видел мое раскаяние Сразу же после этого И сказал Когда ты обратишься Ободри братья моих Вот и сегодня, братья мои, сестры Мы ободряем друг друга На жизненном пути И сегодня мы спонсируем друг друга Чтобы изучать Священное Писание Сегодня мы спонсируем друг друга Быть послушными Слову Его Оставьте все Прекратите играть в жизнь Живите настоящей жизнью Жизнью, которая исходит от нашего Отца Жизнью, которая исходит от Бога Жизнью со Словом Которое Иисус Христос нам сегодня передавал Все передано мне, говорит Иисус Христос Отцом моим И никто не знает Сына, кроме Отца И Отца не знает никто, кроме Сына И кому Сын хочет открыть Думаю, что сегодня брат недаром Задавал вопрос Ты знаешь Бога Ты Ему веришь Ты Его слушаешь Никто не знает Бога, кроме Сына И кому Сын хочет открыть Братья мои и сестры И вы знаете, в чем благословение? Что Бог хочет открыть спасение в Иисусе Христе каждому Но как мы отреагируем на это спасение и на этот призыв зависит от веры и нашего послушания Господу Иисусу Христу Давайте вместе споем Если у кого-то Дух Господень касается, вы можете обратиться к Богу Я приглашаю группу общего пения Пожалуйста, братья и сестры Встанем Будем петь этот гимн заключительный перед нашей заключительной молитвой И это на самом деле Замечательные слова Которые освещают сердце нашего Христа Ты никогда не предашь меня В тревожные дни не оставишь меня Не вырвет никто из Твоей руки Все потому, что Ты любишь меня Давайте мы будем петь и в этом молитвенном состоянии Обращаться к нашему Господу Иисусу Христу Ты никогда не предашь меня В тревожные дни не оставишь меня Не вырвет никто из Твоей руки Все потому, что Ты любишь меня Стражи ночной Прибываешь со мной Силы даешь На пути и домой Плачешь со мной Если беда Все потому, что Ты любишь меня Бурый ураган Служу дождей и снов Рядом Иисус со мной Потому, что Ты любишь меня Бурый ураган Служу дождей и снов Рядом Иисус со мной Потому, что Ты любишь меня Если в душе забываю Тебя Болишься Ты День и ночь за меня Ты никогда не предашь меня Все потому, что Ты любишь меня Бурый ураган Служу дождей и снов Служу дождей и снов Рядом Иисус со мной Потому, что Ты любишь меня Бурый ураган Служу дождей и снов Рядом Иисус со мной Потому, что Ты любишь меня Все потому, что Ты любишь меня Служу дождей и снов Рядом Иисус со мной Рядом Иисус со мной Потому, что Ты любишь меня Бурый ураган Служу дождей и снов Рядом Иисус со мной Потому, что Ты любишь меня Мы помолимся Отец Милосердный Мы хотим поблагодарить Тебя За Твою огромную любовь Которая превосходит Наше разумение и понимание Но радость наполняет Наше сердце из-за того, Что мы можем ощущать ее В своей жизни Когда Ты касаешься Духом Святым Когда Ты словом Своим касаешься Для того, чтобы преобразить нас К Твоей славе Мы благодарим за ту работу Которую Ты воспроизводишь В каждом из нас За то, что в свое время Дух Святой был тем Который звал нас к покаянию За то, что Ты возродил нас Словом Твоим к новой жизни И за то, что сегодня Дух Святой сопровождает нас Живет нас, давая нам и силу И возможность исполнять Твою волю Мы просим Тебя, Господь Прославься в нашей жизни Но также просим Тебя, Господь Прости нас Господи, никто из нас Несовершен Мы радуемся тому, что Ты, будучи искушаем Знаешь, как искушаем им помочь Мы радуемся тому, что Ты не бросаешь нас На жизненном пути Но что Ты, Господь Культивируешь каждого За то, что Ты, Господь Посылай нам обстоятельства В нашу жизнь Учишь нас больше и больше Доверять Тебе За то, что Господь Показывая нам жизнь Ты даешь нам возможность Различать, что временно А что вечно Что несет в себе Твою ценность А что не имеет никакой ценности Мы благодарим, Господь За все Твое внимание К нашим душам К нашим сердцам К нашим семям Порой мы люди Которые Может быть, где-то Сомневаемся Думая А как же наши дети Как же наши внуки Как же им тяжело будет И нам нелегко Ну, помоги нам доверять Тебе Потому что Ты Определил Царство Для тех, которые Которые возлюбили Тебя Всем сердцем Всею душой И всем разумением своим Помоги нам быть теми агентами И теми Твоими посланниками Которые от имени Христова Умоляют всех Примириться с Тобой Господь Милосердный Благослови Поместную Церковь Благодарим Тебя, Господь За служение и пение В Поместной Церкви За хор За брата Бориса Господь Это Твое дело Помоги нам, Господи Заботиться о том Чтобы Твое дело Всегда было сделано Вовремя и качественно Избавь нас от нерадения И от нежеланий Но, Господи Даруй нам ревность По дому Твоему Чтоб она снедала нас Так же, как снедала В свое время Сына Твоего Иисуса Христа Помоги нам, Господи Ревновать о дурак Духовных И видеть этот путь Превосходнейший Который заключается В Твоей любви Господи Благослови Церковь Твою Мы просим За Даника Шарука Господи Благослови его Просим Тебя За сестру Иру Брата Васю За бабушку Галю Господи За Диану За всю семью Которая Сейчас в нелегкое время Уделяет массу внимания И времени Для того, чтобы Заботиться о нем Господи Но мы знаем Что Ты заботишься О его душе О его сердце Поэтому продолжай Мы молим Пожалуйста Во имя Иисуса Христа Восстановительную работу В его жизни Благослови Также нашего брата Сгорицы Господи Ты знаешь Его желания Ты знаешь Его мотивы Ты знаешь народ Среди которого он живет Ты знаешь нужды И мы просим Восполни их По богатству Твоему В славе Твоей Христом Иисусом Господом нашим Каждую семью Храни в Твоих сильных руках Благодать И чтобы никто Не похитил нас Из Твоих славных Богатых И сильных рук Благослови также Тех наших друзей Которые еще не знают Тебя Как своего личного спасителя И почему-то Еще определяют Свою жизнь В неверии И в неведении Мы просим Господь Духом Святым Приведи их Покаяние Просили мы Это все В драгоценное имя Господа и Спасителя Иисуса Христа Благодать Господа нашего Иисуса Христа Любого Бога Отца И общение Святого Духа Допривудет Со всеми нами Аминь Занимайте еще Ваши места Буквально на несколько минут Пару объявлений И после этого Мы можем продолжить Общение Дорогие сестры Хотел бы напомнить Что завтра у вас Будет общение Здесь на этом месте Вы проходите Книгу Орудие благодати В руках Искупителя Поэтому завтра В 7 часов вечера На этом месте У нас У вас будет Здесь встреча Также Хотел бы напомнить За неделю Духовного вроста Которая пройдет В конце Апреля Среда, четверг, пятница В 7 часов вечера С нами будет брат Александр Сиряпов Из Израиля А также Через неделю У нас будет Общецерковный выезд В кемп Мы будем говорить О семенных ценностях Все приглашаются Это для всей церкви Поэтому, пожалуйста Поспешите зарегистрироваться Сестра Ольга Сестра Клаудия И сестра Татьяна Бычкова Эти сестры Вы можете к ним подойти И зарегистрироваться Чтобы мы знали Время Чтобы мы знали Количество Которые будут На этом кемпе Вчера мы планировали Чтобы Еще продолжилась Гараж Сел Но так как был Дождь с утра То отменился И мы перенесли Это на следующую Субботу Поэтому, пожалуйста Братья и сестры Которые можете Подключиться Чтобы также Поучаствовать В этом служении И тем самым Ну Помочь Тем братьям и сестрам В Беслане Потому что Эти средства Идут именно туда Пожалуйста Присоединяйтесь Также Братья Мужчины Следующая Суббота Последняя Суббота Месяца Восемь часов Утро У нас Мужская Мулитва Хотел бы вас Всех пригласить Для того Чтобы мы участвовали В молитвенной жизни И в предстоянии Пред Господом Богом Святым И в этом деле Поэтому, пожалуйста Братья Планируйте свое время Эти кадры Кстати говоря Из прошлой субботы Не вчерашней В прошлой субботы Когда здесь Много всего Было сделано Еще раз Хотелось Поблагодарить Господа И каждого из вас Которые приняли Участие В этом труде Харисты Спевка хора В шесть часов вечера В пятницу Запланируйте Свое время Сделайте так Чтобы ваша жизнь Вертелась Вокруг церкви И Господа Бога Все остальное Как Христос говорит Приложится вам Поэтому не ищите Других занятий Ищите Господа И славы Его И Царство Его Все остальное Нам приложится Ну это касается И всех остальных Служений Которые в среду Приходят В семь часов вечера Изучение Священного Писания Молодежный Росбор Испевка детского хора Ну и конечно же Каждое воскресенье В десять часов утра И в шесть часов вечера Мы собираемся здесь Для поклонения Нашему Господу Иисусу Христу Да благословит вас Господь С миром Господним Чай, кофе вас ждут Храни всех Господь Своих руках Благодать Хотите познакомиться Поближе с братом Пожалуйста Подойдите Пожмите руку И благословите брата Во имя Господа Иисуса Христа Иисус Христа Иисус Христа